Паспорт для привитых и переболевших Система QR-кодов Уже с этой субботы в торговые центры можно попасть лишь при наличии QR-кода электронного пропуска, который подтверждает тот факт, что человек поставил прививку от короны либо переболел вирусом в течение последних шести месяцев Отметим, для пропуска в ТРЦ с собой нужно иметь паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность А вот с медотводами к прививке сложнее Человек должен предъявить не только медицинскую справку о противопоказаниях но и отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов К слову, QR-код можно предоставить как в электронном, так и в бумажном виде А уже с 15 ноября QR-коды потребуются для посещения театров, кинотеатров, клубов, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, гостиниц, санаториев, детских лагерей и кафе Документ о вакцинации пока не потребуется в транспорте, а также если вы идете в аптеку, продовольственные магазины и тому подобное Во всех остальных случаях QR-код будет нужен Второе. Домашний режим, режим самоизоляции, вводится для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию или не переболевших ковидом менее полугода назад Третье. Режим нерабочих дней будет действовать на территории края с 30 октября по 7 ноября Добавим, в нерабочие дни лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, запрещается посещать торговые центры без родителей В Алтайском крае не стали продлевать осенние каникулы для школьников, по примеру, других регионов Но в отдельных случаях при большом числе заболевших учащихся школы вправе самостоятельно уйти на дистанционное обучение или карантин Напомним, президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября Это время совпадает с осенними каникулами школьников Регионы в зависимости от тяжести и педобстановки вправе продлить их Так, несколько субъектов продлили каникулы по 12 ноября Алтайские школы в целом будут отдыхать 9 дней Правда, если диагноз ОРВИ поставят больше, чем 20% учащихся и педагогов Школа должна уйти на дистанционное обучение Если число заболевших превысит 30%, ввести карантин и временно приостановить учебный процесс Прежде всего, конечно же, это официальные статистические данные Закрытие школ у нас происходит на основе тех данных, которые к нам поступают из управления Роспотребнадзора Если это заболевание новой коронавирусной инфекцией Если это ОРВИ, то на сегодняшний день мы используем те документы, которые у нас были На период нерабочих дней перевести учебный процесс в онлайн Или объявить каникулы могут также колледжи, техникуме и профессиональные лицеи региона Каждое учреждение также самостоятельно принимает такое решение Уйти на удаленку вправе и высшие учебные заведения края Что касается детских садов, то они будут работать по сценарию 2020 года Дежурные группы будут принимать детей родителей, которые предоставили документы, подтверждающие занятость на работе Отметим, справки должны принести оба родителя Марнаульские школы получили 20 миллионов рублей на оплату услуг специализированной охраны Как выглядит вход-контроль в образовательных учреждениях сейчас И почему, по мнению местных экспертов, современные школьники все чаще берут в руки оружие Расскажет Анастасия Дороган Захват школы в Казани, 9 погибших Стрельба в Пермском вузе, 6 стеро погибших Казалось бы, это не у нас, страшное ЧП далеко Но вот на днях в бийскую школу поступил предупреждающий звонок Откроем стрельбу, но обошлось Вскоре выяснилось, это сделали ученики, чтобы сорвать уроки Однако в боевой готовности сейчас все Для ощущения большей защиты власти выделили 20 миллионов школам Барнаула для охраны чоповцами В отличие от пенсионеров на вахте, они проходят специальную подготовку, получают лицензию, но не оружие Специалисты объясняют, такая защита функции ЧОПа не входит Если что-то происходит, их обязанность входит только вызов специальной службы реагирования У нас каждая школа имеет кнопку тревожной сигнализации И не только школы, но и детские сады Они также имеют кнопку тревожной сигнализации При вызове сотрудников приезжает Росгвардия, она уже вооружена И обеспечена всеми средствами, так сказать, для того, чтобы обезвредить Если сложится такая ситуация В цепочке по обеспечению безопасности вахта – этап заключительный Но вот начало хаоса все чаще в головах детей Эти дети, которые имеют признаки агрессии, они однозначно у нас все под нашим наблюдением По мнению психолога Лилии Мартышева, есть несколько видов агрессии Из-за проблем в семье, наказаний, межличностных отношений, возрастного кризиса Самые неустойчивые в этом плане подростки Наиболее часто встречаются, наверное, защитные агрессии Когда не сформированы именно навыки общения у детей То есть защитная агрессия Ребенок не умеет ответить, не умеет себя вести И несформированность общения Дети не умеют подчиняться другим, играть по правилам других детей А как правильно поступать к ребенку в каком случае? Что бы ты ему посоветовал? Сходить к психологу в обязательном порядке И даже, не знаю, обдумать то, что он делает всегда Как рассуждают сами дети, в 21-м году к психологу ходить не стыдно и не позорно Они рассказывают, что порой советуют сверстникам обратиться к специалистам И готовы сами оказать поддержку, если видят агрессию А тем временем, после серии ЧП в школах и вузах Стараются свести к минимуму любого чужака Здесь не пускают даже родителей Дети проходят через металлодетектор А остальные, в целом общество Надеются, что железные охранники не пропустят человека с оружием Он срабатывает на определенные вещи, такие как смартфоны, как правило Ну, либо связки ключей Более серьезные вещи, это, говорит, полностью вся рамка такой выгиб А никто никогда не пытался пронести внук за нож? Нет Не было такого, да? Специалисты убеждены, детям, которые берут в руки оружие и хладнокровно убивают других Не хватает поддержки Они нередко затравлены и просто не находят мирного выплеска своим эмоциям Вовремя это распознать могут прежде всего родители А потом и же школа, психологи и другие специалисты Но для этого современным мамам и папам нужно учиться слышать своего ребенка И помогать ему в решении сложных современных проблем Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком В правительстве края очередные перестановки Накануне стало известно, что в Рио, управ делами губернатора края, станет Елена Шуткина Известно, что она с 1994 года замещает должности Государственной гражданской службы Алтайского края Отметим, Елена Шуткина сменила на этом посту Андрея Степанова Против которого недавно возбудили уголовное дело Его обвиняют в корыстном использовании должностных полномочий вопреки интересам службы Алтайский край в очередной раз вышел в лидеры по производству муки, сыров, сливочного масла и круп Об этом сегодня заявили в Управлении края по пищевой промышленности в ходе онлайн-конференции Также сегодня в ведомстве поспешили успокоить В регионе не ожидают дефицита и роста цен на сахар В этом году алтайские аграрии собрали более 1 миллиона тонн сахарной свеклы Как сообщают в управлении, этого объема вполне достаточно Также начальник ведомства Александр Большаков сегодня прокомментировал ситуацию по гречке На днях в СМИ распространилась информация о снижении объемов производства и качества гречихи в регионе По словам Большакова, эта новость не соответствует действительности По крупе гречневой в текущем году уже убрано, намолочено порядка 560 тысяч тонн сырья гречневого Это уровень прошлого года, но еще намолот продолжается Поэтому мы выйдем на уровень уборки урожая чуть выше прошлого года Соответственно дефицита в сырье мы не ощущаем И соответственно предпосылок для роста цены на рынке его также в настоящее время не существует Журналисты спросили начальника управления, как он оценивает ситуацию с ростом цен на макаронную продукцию Большаков и здесь поспешил всех успокоить Всего в Российской Федерации производится около 1 миллиона 400 тысяч тонн макаронных изделий При этом доля макаронных изделий из твердых сортов пшеницы составляет не более 15% Поэтому говорить о каком-то глобальном росте цен на рынке макаронных изделий здесь, наверное, так же не надо Почему? Потому что макаронные изделия из мягких сортов, они остались в принципе на том же уровне, какой был в середине текущего года Штрафы за массовую гипель пчел могут получить 19 алтайских аграриев Административные дела возбудило управление Россельхознадзора Эти аграрии нарушили регламент применения пестицидов и химикатов Поблизости с их хозяйствами массово гибли пчелы В общей сложности в поле зрения Россельхознадзора попали 24 агрария, но регламент нарушили 19 Теперь последним, скорее всего, придется заплатить штраф до 100 тысяч рублей Либо остановить свою деятельность на срок до 90 суток Кстати, в прошлом году к ответственности хотели привлечь 17 сельхозпроизводителей Тогда из-за их деятельности алтайские пасечники также потеряли несколько сотен пчелосемей Но до наказания дело не дошло, нарушители отделались предупреждением Ну вот, сезон у нас уже закончен Мед весь откачен Пчелки пролечены И приготовились уже зимовать Алексей Найденко – потомственный пчеловод Разведением пчел занимается профессионально В его хозяйстве 200 пчелосемей Говорит, на хлеб с маслом его семье хватает А вот на развитие хозяйства – нет 200 пчелосемей – это не предел То есть, есть чем заняться Механизация и так далее, и так далее Организация цеха для откачки современного По последнему слову техники Ну, для этого нужны средства Цена, которая бы устроила мое хозяйство Вот я говорю про себя Это порядка 130-150 рублей За разные сорта меда Чтобы получить мед разных сортов Алексей не просто держит пасеку в Калманском районе Вместе с напарником они кочуют по Алтайскому краю Возят ульевчерышский, топчихинский, новичихинский районы И это тоже немалые траты По итогу ассортимент меда у Алексея разнообразный И акация, и дягель, разнотравье, гречишный Но нормально заработать На продаже пчеловоды могут только в августе На барнаульских ярмарках Продают в пределах 300 рублей за кило Сдавать по 90, а то и по 70 не торопятся Говорят, лучше придержать Иногда, например, в прошлые годы Удавалось сбыть по 120-110 рублей за килограмм Но это по России, который мед расходится Это люди, небольшие компании Может быть, сами торговцы Которые звонят Мелкий такой, скажем, оптом 2-3 куботенера, 100-150 килограмм Вот такие партии, небольшие В последние два года ситуация ухудшилась Из-за пандемии звонить из других регионов Стали все реже Но выход есть, уверен Алексей Найденко И его мнение на этот счет поддерживают другие пчеловоды У нас все полки в сетях забиты, грубо говоря, суррогатом Но снимают с полок Через какое-то время этот процесс продолжается То есть, все-таки, я считаю, что государственные контрольные органы Должны здесь жестче работать И если мы наведем порядок на полках У нас откроется еще одна ниша Для сбыта нашей нормальной качественной продукции Ну а пока потребители частенько покупают в магазинах мед Даже по 500 рублей за кило Причем обычный, подсолнечный, более дешевый Торговые сети выдают за более дорогой Горный, например Фальсификат можно определить только лабораторным путем На глаз заметить подмену люди не в состоянии Уверен Алексей Ну а он тем временем мед нового урожая В том числе и в сотах Частично оставил у себя Вдруг что-то изменится и продать сможет По более выгодной цене Татьяна Голубева, Александр Антропов, день с толком В Барнауле завершились масштабные соревнования по плаванию В течение трех дней за быстрые секунды на дорожках Боролись несколько сотен юных спортсменов до 16 лет Какой результат показали наши ребята И есть ли шанс у них пополнить список лучших пловцов в России Знает Анастасия Болотина Баттерфляй, брас, кроль, вольный стиль Лучшего пловца в Сибири определяли в эти дни в Барнауле Порядка 500 участников из 15 регионов Правда, из-за ковидных ограничений это вдвое меньше, чем обычно Кубок Сибири – третий этап всероссийских соревнований Последний пройдет в конце года в Иркутске Четыре этапа объединены, мы по четырем этапам подводим итоги То есть по каждому этапу и по четырем этапам еще многоборье раз определяем Лучших спортсменов за год Зачет будет идти по трем То есть если хочешь стать лучшим, как минимум в трех ты должен участвовать Решает вопрос функциональная подготовка спортсменов Подготовка, талант, работоспособность, слагаемые успехи Почти всегда успех улыбается новосибирским пловцам Обойти их престижно и почетно Пока алтайские ребята уступают соперникам Но Максим Вишневский, спортсмен из Рубцовска, убежден, что опыт покорит любые вершины Достаточно сильные ребята, которыми достаточно тяжело соревноваться, даже интересно Для меня это главное, скорее всего, опыт Потому что благодаря именно опыту ты можешь показывать себя на все сто процентов И, так сказать, самореализовываться Некоторые там художники рисуют, а вот мы пловцы, мы показываем результат в воде Результат алтайской команды в целом неплох Наш регион уже точно вошел в тройку лидеров Но пополнят ли список лучших пловцов России алтайские спортсмены, станет известно ближе к концу года Анастасия Болотина, Вадим Быстревский, День с толком И в завершении выпуска позитивная новость В Барнаульском зоопарке может появиться зеброид Животное крайне редкое, непокорное и полосатое Вывезти его хотят прямо на Алтае Для этого в зоопарк привезли ослицу Несмотря на то, что в зоопарке есть осел, Машу, так назвали ослицу, привезли знакомить с зеброй Васей В своем инстаграм Барнаульский зоопарк рассказал, что в планах у них действительно скрестить этих двух животных Рост, цвет и, конечно, уши будут мамины А от папы достанутся черные полоски, характер и нравы Попу греется, вот так и делал Ну, это вообще наше любимое занятие Поворачиваться попочкой к всему прекрасному Все ли получится, пока неизвестно Такое потомство крайне редкое Из-за слабости новорожденных Но среди кавалеров у Маши есть выбор Если любовь Васи окажется недостаточно сладкой Машу познакомят с ослом А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Не только по телевизору, но и в социальных сетях И на ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205 545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки Участвуйте в обсуждениях Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Evalar До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...